Преоугольник разрезали на уголки. Уголки бывают четырёх видов. Бывают уголки типа А, бывают уголки типа В, бывают уголки типа С, это такой уголок, и, наконец, уголки типа Д. А, Б, С, Д. Докажите, что из этих уголков сможет прямоугольник, то разность между количеством уголков типа А и количеством уголков типа В обязательно делится на трех. Взяли прямоугольник и разрезали на трёхклеточные уголки. Докажите, что при любом способе разрезания количество уголков, у которых нет нижней правой клетки, отличается от количества уголков, у которых нет левой и верхней клетки, на делящиеся на трех число. Количество уголков такого типа отличается от количества уголков либо на ноль, либо на три, либо на шесть, на какое-то число, делящееся на три. Подсказка. В этой задаче совершенно бесполезно пытаться анализировать расстановку уголков. Дело в том, что локально может быть очень прекрасно устроено расстановку уголков. То есть, если вы начинаете с какого-то места, то можно очень-очень странные вещи рисовать и, соответственно, потом это превратить в умолков. Потому что у вас четыре типа и они могут довольно разными способами задумывать цепляцию. Это значит, что когда вы решаете такую задачу, то вы должны надеяться на какой-то инвариант. Объясняю, что такое инвариант. Это значит, вы должны иметь какое-то число, которое для табличек типа для уголков типа А будет каким-то одним, для уголков типа Б оно должно быть каким-то другим, а для С и для Д лучшее, если оно будет просто нулён. Потому что, как видите, нужно, чтобы они вообще никак не участвовали. Можно ли расставить в прямоугольнике на некоторые места нольки, на некоторые единички, на некоторые лестки, на некоторые минус-единички, чтобы, во-первых, во всём прямоугольнике должно быть должно быть в сумме ноль. То есть сумме ноль должно делиться на то. Во-вторых, для уголка типа С в нём сумма должна делиться на то. Для уголка типа Д сумма должна делиться на то. Для уголка типа А она должна быть единицей. Для уголка типа В она должна быть Если мы так сумеем расставить, то тогда все будет совершенно ничего. Оказывается, такая установка есть. Пожалуйста, порисуйте пару минут сами. Можно, конечно, но в том-то и идея, что расстановка чисел должна не зависеть от системы уголков. Надо числа расставить до появления уголков, а не после. Так-то понятно, что вы можете расставить. Надо, чтобы числа были прямоугольными до всяких уголков. И чтобы так система этих чисел выглядела. Все согласны, что клетчатый бумаг выглядит примерно так? Да или нет? Отлично. Ну а теперь смотрите. Я пишу сюда 0. Я пишу сюда 1. И пишу сюда 1. Так, сюда я пишу 2. Сюда я пишу 0. Дальше сюда я пишу 1. Я не уверен, что у нас получится так, как я просил, но похоже, что у нас получится чуть-чуть по-другому. Так, идея всем понятна? Идем по диагонали. При этом вдоль строки все время идет одно и то же. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, и так далее. Итак, начинаем разбираться сначала с С. Посмотрите. Вот типичный уголок С. Правда? Уголок С. Сумма в нем равна чему? 0. Кто seal здесь н1 тут? , то есть с точки зрения остатка? здвигаем, по-прежнему. Сдвигаем. Сдвигаем, сдвигаем, сдвигаем. Господа, а сумма все время равна тремоту в해�ته? Просто, совсем, все время. Просто совсем все время, как его не клади, видно, что сумма равна 3. Замечательно, будет делиться на 3. Итак, если мы кладем С, то сумма всегда будет равна 3. Даже не делится, а просто всегда равна 3. Отлично. То есть делится, конечно, и равна 3. Теперь смотрим наоборот. Так, такая штука. Чего она равна 3? Удивительный вопрос. Она тоже строго равна 3. При любом положении. Замечательно. Теперь смотрим B. Что такое B? Это 4, 4, 1. Вот здесь вот 4, 4, 1. Давайте я буду писать варианты суммы. Здесь всегда 3. Здесь всегда 3. Здесь единица или 4. Так, теперь смотрим на A. Двойка, тройка. Стоп, стоп, стоп. Пятерка. Это намного интереснее. Двойка здесь, пятерка здесь. Двойка, двойка, пятерка. Пятерка. Все, ребята, здесь или два, или пять. То есть также сумма делится на 3. Так вот, очень-то важно понять, что когда я буду брать любой треугольник, то сумма обязательно будет делиться на 3. Кстати, если я просто так возьму прямоугольник и вырежу, то сумма нельзя этого делать на 3. История вот такая. У меня же не происходит прямоугольник. У меня будет прямоугольник, который состоит из таких уголков. А если прямоугольник состоит из уголков, то у него одна из сторон должна делиться на 3. Правильно? Потому что площадь делится на 3. А если сторона делится на 3, смотрите, 0,1,2, 0,1,2, 0,1,2, или 1,2. С какого места начинаем? С той стороны, которая делится на 3, все время будет видно, что будет делиться на 3. Таким образом, я завершаю решение задачи. То есть я говорю, что мы взяли прямоугольник, расставили в нем числа. Из-за того, что одна из сторон делится на 3. Сказали, что сумма всех чисел будет на самом деле делиться на 3. И сказали дальше, что по таким уголкам и по таким уголкам сумма делится на 3. Значит, должно быть так. Все слагаемые виды двойки и пятерки в количестве А штук плюс слагаемые единицы и четверки в количестве В штук должно делиться на 3. Но с точки зрения делимости на 3 единица не отличается от четверки, двойка не отличается от пятерки. То есть должно быть так. 2А плюс В должно делиться на 2. Ну, это видно, что это то же самое. Потому что если 3 обычно, то будет бэнеруса делиться на 2. Или это то же самое. Победа. Я понимаю, что догадаться до этого самим было тяжело. Потому что вот эта вот идея, что надо не просто смотреть на эти уголки. Ничего из них, на самом деле, не выставишь. Выписать эти числа – идея довольно непривычная для вас. Но тем не менее, тем не менее.